Хочется всех вас поблагодарить. Спасибо огромное, что в этот день, в день рождения Шалякина, вы находитесь с нами в Уфе. Спасибо. Только что состоялось открытие выставки «Магический кристалл» Федора Шалякина в Национальном музее Республики Вашкортоска. И впереди нас ждет еще гала-концерт с участием солистов ведущих театров России, Беларуси и также Башкирского театра. Хочется представить возможность нашим гостям, а также организаторам шалякинских мероприятий, возможность высказаться, поделиться своими впечатлениями. А потом, наверное, наши журналисты зададут уже свои вопросы. Разрешите представить вам наших уважаемых гостей и организаторов. Генеральный директор Всероссийского музейного объединения музыкальной культуры имени Клинки. Заслуженный деятель из СУС РФ, президент Ассоциации музыкальных музеев и коллекций Михаил Аркадьевич Брызгалов. Президент Международного союза музыкальных деятелей, народный артист СССР Владислав Иванович Пьевко. Лучше и длиннее Советского Союза. Хорошо, на будущее учту. Президент Межрегионального шалякинского центра, заслуженный работник культуры Российской Федерации Юрий Иванович Тимофеев. Заместитель директора Государственного театрального музея имени Бахрушина Светлана Викторовна Семиколенова. Режиссер Киллодокументалист, член Союза театральных деятелей Российской Федерации Вера Андреевна Федорченко. Заместитель министра культуры Республики Машкортостан Шамиль Фаилович Абдраков. Президент Межрегионального шалякинского центра Елена Петровна Замный. Также в нашем зале присутствуют руководители и представители российских отделений Межрегионального шалякинского центра. И, наверное, уже даем вам слово, да, Михаил Аркадьевич, может быть, с вас начнем? Добрый вечер, уважаемые коллеги. Прежде всего, извините за опоздание, немножко вы выделили с этим графиком, но постараемся в графике вернуться. Прежде всего, хотим поздравить вас с этим замечательным днем, который сегодня сложился. Уже, можно сказать, сложился в Уфе, и это становится настоящим праздником. Если вы посмотрели, это попало сегодня в топ Яндекса, в десятку, в десятки Яндекса, в шайдинский день в Уфе. Сегодня многие информационные агентства отликнулись на это, описывают о том, что здесь проходит. У нас сейчас в Шайдинском, в Москве тоже очень много представителей СМИ и людей, прямые включения. И то, что мы, я сегодня уже рассказывал, для тех, кто не слышал, очень быстро, коротко повторю. Вот мы примерно такой командой встретились в ноябре месяце на День музыкальной культуры. И тоже, знаете, все, что сегодня, все впервые. Впервые сели за стол и с вопросом, надо сказать, пожалуйста, давайте что-нибудь попробуем вместе сделать. Потому что каждый год, независимо от юбилейной даты, круглой, каждый год лучше отмечается всегда. В каждом учреждении, круглой, мы впервые, у нас было такое взаимное движение, попробовать сделать. И были разные предложения. Вот Юрий Иванович Кузнефеев вышел с инкарктивой для того, чтобы это провести в Уфе. И мы соберем переговоры с Министерством культуры, с министром замечательной, переговорились, встретились с Вильским премьером в Москве. И началась вот эта большая работа по организации выставки, по организации концерта. Концерт, я хотел бы, сегодня вот не звучал бы, именно молодого директора театра Дмитрия Сибирцева, новый директор театра «Нового опера». Мы к нему обратились с просьбой, он нам помог организация, чтобы солисты были выбраны правильные и хорошие. Но, кстати, большая работа, в том числе музейная. Это все вопрос организационного, но еще надо было собрать выставку. Она есть. Конечно, есть выставка «Магический кристалл», замечательная, мы знаем, что в музее прекрасно. Но выставка, когда переезжает с одного места на другое, то выставка уже должна быть другая. Она не может точно-точно стоить так, как она расположена в тех хреновых залах. Поэтому работа над выставкой была, организационная работа большая. Здесь я хотел громадное сказать и в музее Покрушин, ведь Викторовичу Руденову передать слава благодарности за эту работу. Мы с ним несколько раз разговаривали по телефону, все равно было понятно, Слава Викторовна включилась. Сотрудники музея музыкальной культуры принимают участие. Плюс громадная была работа по освещению этого мероприятия, потому что вы знаете, для кого он секрет. Работники культуры работают очень много. Очень много работают, только они об этом не любят рассказывать. Вы знаете. Не любят рассказывать. Мы скромные, мы хорошие. Ну вот, мы работаем. Мы считаем, что когда мы делаем такое, вместе все делаем, что об этом должны знать. Поэтому мы приложили максимум усилий для того, чтобы осветить это. Я хотел бы дать слова благодарности Покачу Павловичу, Юрию Ивановичу Тимофееву, с его центром, который уже 20 лет ведет очень активную работу по пропаганде творчества Фёдора Ивановича Рябина с его оригинальными отделениями и отделениями, которые находятся за рубежом. И когда какой-то вопрос уже организован, Юрий Иванович, пожалуйста, помогите. Вот, то есть, делайте эти вопросы. Это очень важно. Наши партнеры, друзья, коллеги международные союз музыкальных деятелей. Владимир Иванович, Пивко, как видите, президент Надежда Кузякова. Я хотел вам представить, что в зале находится замечательный человек. Наверное, вы все слышали, знаете о том, что это совсем буквально неделю тому назад был презентован новый российский музыкальный журнал, который называется «Музыкальный журнал». Вот Елена Езерская, главный рядах этого журнала, здесь прилетела, она не могла пропустить это событие. Поэтому я уверен, что это событие будет отрешено, конечно, на стороне этого. Очень красиво, всем рекомендую посмотреть, замечательно на нашем новом музыкальном журнале. Хочу поблагодарить и высли слова, благодаря президенту республики, правительству, Министерству культуры за такое очень внимательное и профессиональное отношение ко всему организационному вопросу. Поэтому мы считаем, что сегодня, чтобы место выбрано, ну, сегодня не случайно, сегодня мы убедились в том, что место выбрано правильно. И, знаете, у нас появились некоторые идеи, и мы завтра еще закончим, утром до вылетка обсуждать, у нас есть идеи, как мы все вместе еще что-то обязательно должны здесь сделать. Ну, я с удовольствием ответим на вопросы чуть позже. Спасибо за внимание. Уважаемый гостьев, пожалуйста, передавайте у вас графон. Предложение такое. Да, поступило предложение, что вы будете задавать вопросы. А то вы будете молчать, мы будем молчать. Мы помолчали, полкода часа возошлись. Давайте у вас. Глаза от вас, что у нас самое главное, молчу. Можно тогда вопрос задать, да? Вот ко всем, и к Юрию Ивановичу, и к Елене Петровне, и к Владиславу Ивановичу, ко всем, ко всем. Когда же все-таки будет музей Шаляпин в Уфе? Когда осуществится мечта Галины Александровны? Она так много сделала, уже столько вот подготовила. И в чем дело? Почему это застопорилось? Почему? Я уж не говорю о том мемориальном центре, о котором она мечтала, писала, говорила, а просто музей Федора Ивановича Шаляпина в Уфе. Ой. Ну и сам отвечая на ваш вопрос, я могу, во-первых, сказать, что ну, возникновение музея, оно, конечно, зависит от Шаляпинского центра, как организации. Мы инициированы, постоянно, ежегодно, постоянно выходит, поднимаем эту тему. То есть, пишут на специальные документы, пытаются встречаться с представителями власти. Но получается так, что действительно вопрос решается крайне медленно, если еще учесть, что восстановление было прилято очень давно, в 1996 году. И совсем недавно я узнала, что какая-то причина была отменена. Здесь я обсуждать этого не буду, но, во всяком случае, вот это огромное наше сегодняшнее торжество, я считаю, что оно очень большое, для нашего города, в общем-то, оно уникально и удивительно то, что в нем принимают участие вместе и общественные организации, да, и Министерство культуры, то есть органы, которые в этом тоже огромное заинтересованы. Так вот, я очень надеюсь, что сегодняшняя наша встреча, я имею в виду не вот эту, которая сегодня нудно происходит, а вообще нашу встречу на Уфинской земле, что эта встреча станет отправной все-таки камень к решению уже, практическому решению этого вопроса. Не на бумаге, а практическому, то есть когда начинаешь делать. И я так думаю, вот сегодня было очень уже много разговоров на эту тему, мы говорили, при этом присутствовали и Михаил Аркадьевич, и члены Шалябинского центра, и руководители музеев, и все мы говорили о том, что стоит только начать это дело, нам помогут и московские музеи, и у нас должен быть Уфи обязательно достойный музей, достойный великого певца. Юрий, вам сюда помните? Вы знаете, дорогие друзья, вчера нам удалось встретиться с министром культуры Республики Башкортостан, и мы еще раз затронули эту тему, и значит, благодаря вот Михаил Аркадьевичу и Светлане Викторовне, которые заручились поддержкой в том, что при создании Шалябинского музея в Уфе, эти два музея приложат все усилия, чтобы музей был достойным. То есть мы уже готовы. То есть будет общественный резонанс сегодняшних торжеств, чтобы подтолкнуть. Ну, так как рядышком со мной сидит за инвестилием министра, я хочу ему тоже предоткать, чтобы он тоже сказал. Добрый день, мой журналист, коллеги, действительно, этот вопрос мы сегодня очень много обсуждали, и прямо сказали, что, наверное, там пусть будут новые основные точки для создания музея, потому что то событие одновременно сложилось в Уфе, это не сам, как уникум, так скажем, уникальная личность от Федора Шалябина, и то, что он прожил, жил некоторое время и в нашей столице, в городе Уфе. Поэтому здесь, конечно, есть ряд и таких специальных вопросов, так сказать, теоретических, которые практически, которые мы должны сейчас, наверное, решать. То, что он заручился поддержкой музея, действительно это так, потому что все выразили свою помощь, предлагают в этом организации музея, поэтому я думаю, что в этом направлении нам еще нужно будет работать. А вообще, конечно, Уфа, это в Уфе должен быть такой музей, тем более, в таком нехажем. Насколько я знаю, что в соседних регионах то, что было, связанное с Шалябином, те уже дома, усадьбы, они, по-моему, уже в других регионах не действуют. У нас есть такая возможность, есть эта усадьба, в которой мы должны работать. Я могу добавить на эту тему? Есть еще вопросы процессуальные. Совсем недавно, на прошлой неделе, была коллегия Министерства культуры, которая рассматривала новую концепцию развития музейного дела в Российской Федерации. И там, посмотрите, пожалуйста, на Светлении культуры, такой очень важный документ, который говорит о всех принципах функционирования музейного дела. Так вот, вопрос о создании музея сегодня намного усложнился по сравнению с тем, как это было раньше открыто, но потому что музеев много, музеи разные есть на сегодняшний день, поэтому сейчас проводится Министерство культуры очень активно мониторинг действующих в музее. Вопросы эффективности, вопросы востребованности есть, в том числе особое внимание определяется открытием новых музеев, потому что, ну, то есть вопрос такой непростой, открыть музей не как бы захотели, раньше бы захотели, а открыли, нет, сегодня это согласование. За 20 лет мы это почувствовали, что это не простой вопрос. Это Музейный фонд Российской Федерации, но много-много есть процессуальных вопросов, к которым нужно было здесь сегодня одного желания, даже денег и достаточно, то есть вопрос такой открытия музея комплексный. мне желаю, что начало много работать. И все-таки, Лен Петрович, но есть база, что нам на здание будет соответствовать, может быть, может быть, может быть, может быть, может быть, может быть, часто на здании, а отсюда уже печка будет, отсюда уже вопрос. Ну, я вначале уже сказала, что в 2000 году это постановление было отменено, поэтому сейчас мы начинаем отработать в новом составе и с самого начала, можно? Вот недавно было опубликовано сообщение реконструкции Южного сбора в Уфе, как раз где находится дом, где я жил, в Шаляпе. Вот и многие люди сейчас опасаются, что в связи с этой программой этот дом будет снесен. Что вы думаете? Ну, наверное, не знаю, что вы хотите. В этом вопросе я всегда оператор слышу, поэтому узнаем и начнем. Будем заниматься. Я могу только сказать, что я была на заседании по застройке, которое было посвящено застройке Южного склона, и я принимала этот вопрос, мне ответили из управления архитектуры города, что этот дом памятник старинный, что это им известно снесено не будет. На сегодняшний день пока только этот ответ. У меня вопрос, кто ответит. Вот насчет выставки вы сказали, что претерпело какие-то изменения при переезде. Может быть, кто-то скажет о том, как она была создана и вот какие из них были созданы. В апреле прошлого года в театральном зиме в Аброшке 20 апреля открыл выставку, посвященную 20-летию межрегионалам Шалебинского центра, то есть самую общественную организацию, которую многие из нас здесь представляют. Та выставка, надо сказать, создавалась в течение наверное более чем полугода. Я как куратор выставки, Юрий Иванович что-то куратор выставки, стремилась к тому, чтобы показать теперешние достижения Шалебина ведения, стремилась к тому, чтобы показать новые материалы какие-то о творчестве Федора Ивановича Шалебина или показать какие-то новые стороны его человеческого характера. В той выставке также принимал участие в музее музыкальной культуры Невенки, хотя не темно она была и проводилась в театральном музее Невенки. Вероятно, многие из вас слышали, что я уже неоднократно здесь в Уфе говорила и заявляла о том, что первым начал соберять материалы касающиеся творчества и биографии Федора Ивановича Шалебина, Алексей Санчо-Паховошин основатель нашего музея еще в начале XX века. Первый документ, относящийся к творчеству Федора Ивановича Шалебина, это фотография с автобусом Федора Ивановича Шалебина 1901 года Алексей Санчо-Паховошин. Потом у нас был в 1903 году достаточно большое выступление, потом в конце 20-х годов Шалебин был лишен уже звания народного артиста и естественно уже уехал за границу. Потом в 1948 году, когда в Баховошинском театральном музее была создана первая выставка, посвященная вообще историю музыкального театра того времени, 1948 год, заметит, время, когда 38-й Шалебин прошло всего 10 лет и еще ими его не особо так произносилось. Я нашла документы в наших архивах, где в тематике экспедиционном плане выставки и в концепции руку Церза еще красным карандашом было написано, что когда писали тот момент, что он уехал за границу больше, не вернулся и больше он звали народного артиста. Вот как отрезка границу было написано об этом поменьше мы должны были говорить. Следующее выступление с 60-х годы конец и тогда уже вторая семья придала нам какие-то материалы. А потом мы уже получали какие-то материалы от родственников Федора Ивановича Шаляпина живущих но большая часть ушла в музей музыкальной культуры в Невелке потому что создавался дом. Сейчас наши коллекции пополняются отдельными раритетами и вот в частности моя задача как заместитель директора по научной деятельности как шаляпин доведа была найти для этой выставки какой-то новый ход и хочется сказать немножко потрясти коллекционеров и людей которые входят в организацию по названию Шаляпинский центр ведь они очень многие стали родственниками Федора Иванова Шаляпина и секреты такие открывают понимаете Иванович я потом немножко так вот моя задача была именно такой и надо сказать да Елена Иванович кстати говоря как президент Шаляпинского центра я это не очень сильно верю но так вот задача мы выполнили потому что я еще ездила в Санкт-Петербург и там двух коллекционеров которые были знакомы с Федором Ивановичем один из них был очень хорошо знаком с потом с Евгением Федором Ивановичем о том как это все проходило и что он был Шаляпином Шаляпином уже тогда в 1907 году мы все говорим о том что почему он за границу уехал советская власть его сильно довела он в 1907 году писал доедут эти императорские театры в которых совершенно непонятно какие устои и совершенно много непонятных каких-то структур которые командуют артистами и уже давно пора уезжать лучше всего в Париж собственно говоря это осуществилось так вот много было собрано всякого рода материалов и эти материалы были представлены на той выставке когда мы заговорили про УКФУ то мы поняли что если Федор Иванович Шаляпин то конечно Атиша 1893 года поэтому мы к вам сюда и приехали как я сейчас сказала на открытии выставки и не показать ее вам людям которые собственно говоря работая вам в Пахушенском театральном музее она как на поверхности всплыла очень всплыла потому что у нас полтора миллиона фунда и люди которые занимаются определенными проблемами обрабатывают 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 но вот Михаилу Аргальевичу как никому другому не известно когда полтора миллиона фунда и теперь нужно все в систему комисс загнать рук не хватает вредни не хватает чем хотите тоже не хватает поэтому вот еще в те годы когда сотрудников тоже немного идет обработка материалов и эта Атиша была на глаз регистрирована но очевидно не было Шарапино Веда который мог бы ее так предметно вытащить и проехал я работала ученым секретарем да 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 я работала ученым секретарем музея она пришла ко мне и сказала голубушка у вас вот такое есть я говорю да есть я там Шарапино тоже занимаюсь очень давно я говорю да есть и вот мы с ней когда вот эту вот историю-то и поднимали то есть Галина Александровна веков исток вот и поэтому вот значит понятно что это Атиша дальше мне сильно хотелось показать и ваш детский сад который существует и так далее и так далее но самое большое изменение которое претерпела эта выставка это наличие и существование на ней большого количества костюмов Федора Ивановича Шарябина которые никогда клянусь вам в Москве в Питере где угодно в таком количестве из коллекции обоих музеев они у нас самые большие у нас чуть больше 7000 у вас тоже около того Михаила Анатольевича насколько мне известно вот они никогда в таком количестве нигде не выставлялись и надо сказать в таком качестве сегодня один из корреспондентов подвела меня к костюму Галицкого расскажите про этот костюм а у нас директор домов музея Шарябина из этой физикой коллекции костюм она уехала и сказала я не буду рассказывать про этот костюм почему потому что я хочу рассказать про другой костюм я подвожу ее а вы что какой подлинный костюм мне покажете я говорю более чем подлинный я подвожу ее к костюму Мефистофель этот рыжий где там стоит подлинный костюм поступивший к нам вероятнее всего двадцатые годы она говорит что вы да не может такого быть может может было лучше именно так и никак иначе подлинный в хорошей сохранности костюмы костюм Бориса Годунова у нас например деставрировался я знаю что некоторые костюмы в коллекции музея нашего Глинка тоже деставрированы но все это подлинный материал вот это самое главное пожалуй значит первое галька и уфинский период второе костюмный материал и третье некоторые вещи мемориального вещевого фонда дальше мы конечно к сожалению несколько эту выставку по изоли потому что мы конечно могли бы вам привезти большое полотно головина где шаляпин мефистофель бойтерский вы его там увидели в копии репродукции но оно размером 3,50 да 3,50 на литр 40 понимаете вот ну в общем это не позволило порядку определенных причин спасибо в программе сегодняшнего дня посвященную целиком поляпинам значит демонстрация фильма вот здесь вы видимо показывали вы просто не смогли попасть вы не могли бы рассказать об этом фильме и почему во-первых эта тема России снится нередко вынесенное название и как вы собирали материал это видимо тоже новое в Шаляпина видео я здесь вот в одном из интервью сказала что с детства слушала полость Шаляпина на старинных пластинках и никогда в жизни себе не представляла что меня судьба сойдет с этим именем с этим артистом приехав в Москву из Львова в юности первое что я сделала я прямо с вокзала после Красной площади пришла в музей Вахрушев и увидела вот и костюмы эти услышала его голос фотографии и это как у меня запало сердце много лет спустя уже работая на центральной студии документальных фильмов у нас снимали летописный материал это было скорее по просьбе по нашим желаниям нашей студии запечатлеть этот факт как все это происходило еще не было экспозиции приехал Федор Федорович на открытие приехала дочь Татьяна Федоровна это было снято как-то для истории и инициатором некоторых съемок был старейший кинорежиссор Павел Васильевич Лосавлов который тогда когда еще не был этот дом музеем хотел сделать фильм дом Шалякина но после того как с ним случилась болезнь фильм этот два то есть эти вот карты все прилежали два года нетронутые и я неожиданно получила предложение сделать завершить как бы этот фильм из того что было снято потому что денег не было никаких я рассказываю такую историю потому что у каждого фильма у каждой работы как у выставки как у исследования людей искусства бывают свои истории и я сразу же как мне сказали сделать фильм о Шалякине не глядя еще на тот материал села в поезд и приехал в Петербург за один день я побывала везде где можно прошла по всем адресам потому что книги у меня были я все знала все читала к тому времени вышла книга «Мазкая душа» без купюр в полном так сказать экземпляре так как она была написана Шалякин в 32 году в Париже и я поняла пройдя по этим следам Шляпина по Петербургу уже чувствовала и видела этот фильм я посмотрела материал и увидела что из этого материала довольно много было снято нельзя сделать картину у меня уже был свой замысел другого фильма и в течение 9 дней я сняла фильм и съемочный период то есть монтаж и сдача фильма продолжались в общем 21 день потому что я к этому фильму шла всю жизнь еще есть вопросы есть удержения мы здесь присутствуем высоких вольтских обвинений значит Михаил Акарькович к вам Манислав Иванович к вам Юрий Иванович дело в том что вопрос глобальный у нас очень неважно стоит пропаганда культуры в средствах массовой информации в частности в электронных радио значит ну что касается телевидения есть канал культура есть канал мец а вот радио у нас к сожалению лишилось во времена союза вы помните была третья кнопка вещания концерты спектакли сейчас мы этого лишились сейчас есть как известно радио но к сожалению вещает только на центральную часть России сюда Орфей не доходит поэтому пожелание какое-то коллективное обращение присутствует руководителя министерства чтобы все-таки Орфей вещало и на Урал и на эту часть потому что мы лишены Орфей дает полностью действительно очень насыщенной информацией музыкальной и театральной жизни спасибо последний да вы знаете Орфей является нашим двух организаций фонда Элины Архиповой и Международного союза музыкальных деятелей нашим главным информационным партнером мы взаимодействуем во всех направлениях мы знаем что у них как идут процессы там сейчас во главе Орфея стоит очень деятельный очень знающий человек великолепный организатор плюс ко всему она еще и пианистка так же как ваш министр вы знаете я считаю что говорят что вот когда технари приходят к руководству это все нормально потому что там математика инженерия и все вы знаете не всегда все зависит от людей и вот во главе Орфея потрясающая красивая женщина энергичная и она сейчас занимается именно этим вопросом она постепенно ездит по всем скажем так весям и землям нашей великой страны и пытается уговаривать потому что не везде есть технически да пожалуйста вот вице-президент как раз есть разные способы первый способ безумно сложный и дико дорогой и вот сейчас представители власти меня поддерживают действительно так это попробовать выбрать чистоту что мы обращается в министерство связи обращается в кабинет министров и пробуют на конкурсе выиграть отдельную чистоту обращения Альфея вероятность во-первых не очень высока во-вторых очень дорогостоящий второй путь который как мне кажется могут интересовать у вас радио подчиняется министерство связи поэтому я думаю что вы вашим коллегам просто можете довести до их сведения информацию многие регионы работают так приобретают лицензию на использование программ подавляясь сегодняшний день соответственно наверно было бы интересно чтобы на место радиоканала репортажи и передачи тоже прошли как стиля наступают и обязательно сегодняшний концерт замечательный который был в театре украины наверно было бы интересно чтобы это было не только на чистоте минус 9 и 2 которые берет Москва и Московскую область не только в интернете ну кстати вот скоск есть да слушать да и вещать прямое вещание архея в интернете у них на сайте это немножечко не не прямой записи да это не да записи архе это тоже в общем так способ но сам хорошая попробовать достигнуть консенсус министерством связи и сказать радиостанции чтобы просто заключить сапфин вот так спасибо 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 то есть нужна помощь какая-то контакта я хотел добавить вы знаете я с вами не соглашусь что закрывают и все во-первых многое зависит от нас самих если мы желаем чтобы те или иные события смещались то мы сделали я приведу к примеру вот наше глядское телевидение мы договорились и раз квартал центральная газета глядская речь выходит полностью с материалами Шаляпы полностью один раз квартал мы в Риге выпускаем шаляпы мы за 20 лет вот сейчас на 20-летие выпустили телевизионный Шаляпы это 12 документальных передач показанных по каналу культуры и никто нам ничего не препятствовал если мы желаем это делать мы будем то так что все тоже зависит от нас мне кажется сегодняшний день посвященный Шаляпину очень благодаря организаторам было очень гармонично потому что представлены буквально все виды искусства кино и книги и выставки музеи галоконцерты замечательные просто Михаил Аркадьевич нас заинтриговал совместными проектами которые где-то там уже злеют то есть вы завтра их обсудите и уедете а мы оставим и будем мучиться от этого пути нельзя ли немножко рассказывать о будущем лучше не говорить иначе не получится вот у меня например абсолютно если планы ты сказал что вот я через год выступаю там-то все этого не будет а говорят наоборот тут как расскажешь а наоборот не знаю у Михаила Аркадьевича наверное наоборот мы обсуждали несколько вещей в том числе вчера был такой долгий разговор у нас скажем для меня это была новая тема коллеги знали по истории по истории вопроса организации музея мы обсуждали и сказали о том что если здесь будет музей организован в стопольном виде в каком-то то тогда наши два музея мы готовы оказать задействованы что значит не приехать здесь Лерочке привязать дело приятное но не самое важное а здесь мы можем говорить о материалах мы можем говорить о материалах которые сегодня вполне нормальная мировая практика где мы можем поделиться и согласуем этот вопрос с Министерством культуры это вопрос о материалах я могу сказать о нашем музее вот сейчас Лампин замечательно рассказывала про идею создания высокой магической кристалл и работу над экспонатами в 2010 году обновили свою экспозицию в доме Шаляпина на Норинском бульваре знаменитый дом это отдел нашего музея и там у нас открылась высота которая называется Шаляпин известный и неизвестный а в декабре 2009 года нам посчастливилось мы застали Марину Федоровну Шаляпину в Риме вот я лично от нее руки получил в завещании Шаляпина вложил в портфель и уехал да вот это был документ который мне лично в руки дал я даже не понял что это такое но после ее кончины выставка она скончалась мы она очень хотела и мы реализовали что все все что было в Шаляпинском иерском доме мы все собрали в наш музей сделали выставку основе этих материалов вот эта выставка у нас была совсем недавно демонстрировалась долго в квартире Шаляпина на улице Графтео в Санкт-Петербурге и вот я пока думал здесь вот это выставка мы с удовольствием могли бы показать в Уфе с удовольствием она настоящая и она готова к показу к путешествию готова это уже вопрос отрепетировали ну а какие-то другие творческие проекты конечно нужно обсуждать но то что мы сегодня увидели я вот например впервые приехал то что увидел какой интерес в таком хорошем состоянии учреждения и туры какой музей какой театр ну знаете в таком городе и что-то и сделать хочется и академия так что приятно что проекты будут спасибо уважаемые коллеги если можно наверное мы уже отпустим наших гостей да хочется сказать им спасибо большое и пригласить всех на гала-концерт который сейчас уже вот тут начнется и гостям дать возможность немножечко отдохнуть потому что день достаточно насыщенный был спасибо вам еще раз большое надеюсь что все проекты есть